Здравствуйте, меня зовут Саша. Я родился под Луганском в 1971 году. Тогда страной правил Брежнев. А ты в школу пошел там же, в Луганске? Нет, в школу здесь пошел, в Орле. А, то есть ты уже переехал в Орел тогда? 8 лет мне было, когда переехал. Ну а твои какие лучшие воспоминания о Луганске? О Луганске? Да почти никаких. Ты его не помнишь просто? Да. Все самые лучшие впечатления только здесь, в Орле. Да. А в какую школу пошел? В 36 лет. Это, подожди, это какой район? Советский. В советском районе? И все время учился там? Ну да. Успешно? Ну, с переменным успехом. То есть был твердым троечником? Да. Понятно. Ну а почему у тебя, как бы, потом проблемы со здоровьем начались, да? Ну да, и потом я стал плохо учиться. Не, я учился до 8 класса. У меня троек не было. А потом, в 9 классе, как заболел, вернулся в школу через полгода и все. Я забил на уроки, на уроки, на школу. Школа эта, мне ничего не даст. Не пригодится в жизни школа. Да. Ну и как бы оно тебе не принесло. Оно так и вышло. Так и вышло, да? Да. Ну и читать научился, писать научился. И все. Да, правильно, как в Америке. 4 класса закончил и пошел на заправку работать и деньги неплохие. Ну, у нас тут в России такой не прокатурится. А так, я даже таблицу умножения не помню. И даже столбиком на варианте сложу. Да хорош, 9 и 9 сколько будет? 18. Ну, отлично ответ. Слушай, Саша, ну а вот вообще, ты можешь сейчас вспомнить, как ты первый раз напился? И во сколько лет это произошло? Сейчас скажу. Нажрал все, чтобы не помнить ничего или... Ну, вообще, когда первый раз попробовал спиртное, помни? 17 лет мне было, я этого, сушника, сушничка. А, сухого вина, да? Дата какая-то нибудь знаменательная была? Новый год. А, Новый год, ну как полагается. Всегда многие люди... Ну, там это у брата, семья и все это. А, это там чуть-чуть-то, да? Там бокальчик выпил. Да нет, побольше. Побольше. Ну и... А потом? Ощущенно. Никак, да? Не, ну нормально было. Весело стало. Весело, да. А потом уже с Рэмбой познакомились. Начали уже так побухивать посерьезнее. А познакомились, я слышал историю, ты шел по улице, а он тебе орал с балкона там. Да, он мне с балкона мучал, эй, панк, иди сюда. А ты уже панковал, да? Ну да. Я ходил в кожаной куртке потертой. Левайс у меня был такой выбитый весь, джинсы. И тренинг кроссовки, тоже старые такие. Моднялый ты был парень. Саша, а почему ты попал в психиатрическую клинику? Заболел. Заболел? После кори осложнение. А, не может быть. Серьезно, от нее умереть можно. От кори? Да. Я очень сильно тяжело перенес кори. И у тебя потом психическое расстройство началось? Не, ну сначала нервные. Но они не психические расстройства. У меня как бы невротические вот такие вот. То есть мне врачи говорят, что психоза у тебя нет. Просто... А почему же тебя сразу в Кащенко повезли? Не в Кащенко. Я здесь лежал. А, на Кишкинке, да. Ты потом уже куда-то... Потом в Москву поехал. Но я здесь три месяца отлежал. Никакого эффекта. Я матери говорю, поехали в Москву. А, то есть у тебя было желание вылечиться все-таки, да? У меня не желание было. Я просто жить не мог вообще. Это такое состояние. Врагу не пожелаешь. То есть, короче, вот эта вот кори, она потом поспособствовала тому, что ты как бы переключился на героин, да? Да, чтобы как бы... Не, на героин, да, ну, героин я... Это уже позже было. 98-й год, наверное. И кто же тебя там подсадил? Или ты просто желание, как у всех было, его просто попробовать? Да нет, я до этого МАК пробовал, опиата. Ну, а геронич, что это, то же самое. А как МАК вообще можно попробовать? Это шнадар, ватюку, это хранит. Ну, связаешь головки, лезь, забиваешь бинт на бинт, молочко, вот это МАКОЕ. Вот, и забиваешь, потом его приходишь домой в кружку железную, в Гитлеровку. Раз-раз, и это... МАК там, это, ну, просто, она, как бы, разошелся. Кипятишь там, наверное, что-то... Кипятишь, потом ингидрируешь, ну, там процесс такой. Длинный, да, процесс? Да нет, кстати, не длинный, не особо длинный. Вот. И все, и готово. Ну, так а что и дальше по МАКОМ-то баловываешься? Да ну, его нахрен, не, а... Потом появился Героид, и все почему-то перешли на Героид. А разница-то не какой, да? МАК потяжелее. А, потяжелее. Ну, от него, говорят, там тяга лучше. Тяга, там труба. Ну, вот это и есть потяжелее. А что такое вообще тяга? Ну, тяга, это когда понимаешь... Я не понимаю, объясни, вот, что такое тяга? Ну, когда ты, бывает, три топора выпьешь после... Ну, это я понимаю. Вот. И тебе, вроде-то, и пьяный, но тебя не тащат, как-то. Не так кайфово, охота еще догнаться. Ну, тоже еще охота, а как-то вроде пьяный, ну что, вроде слабо, вернее слабо как-то. Вот так же и здесь. Ну, короче, если бы Героина не было, все равно бы все продолжали МАКОМ бахаться. Да, не знаю. Да и сейчас наверняка уже сезон-то начался. А что, уже сезон начался? Да, я думаю, да. Я уж не помню. Кому-то, мая месяц вроде как-то... Не, наверное, начался. Ну, может быть, ты начался. Ну, а как вот тогда, ну все вот бахаются МАКОМ, Героином, а правоохранительные органы куда смотрят? Проблемы ж, наверное, с этим были. Как бы запрещено. Раньше на это особо не обращали менты внимания. Да то и что? Раньше солому продавали на базаре, они не знали, что это такое. Да? Стаканами солому продавали. Ничего себе. И мусора ходили, и ничего. Никто никого не хлопал. И наркоманов как бы меньше было. Ну, да. Конечно, не так, как сейчас. А самый всплеск, когда начался? Не знаю. Когда начался самый всплеск, я уже бросил. Ага, ты уже бросил. А то я что-то слышал, тут как бы завалили там весь МЦЕНСК, потом Орел, Героином. А, не, я уже не торчал в то время. Уже все, да. Отошел к этому времени. Ну, а так вот говорят же, что бывших наркоманов не бывает. Вот у тебя при виде иголок руки, вены дрожат. Сейчас нет. А раньше да, да? Раньше да. Было такое. Сейчас меня церковь спасает. Я понял. Ты в церковь же сейчас ходишь. Да. Ну, последнее времечко, вот ты как пить завязал тогда на 8 марта. Перепил коры дуба. Потом что-то плотненько ты так на триган подсел. Ну, да. Хотя, говорят, триган бы, это вообще какая-то чепуха. Да. От нее даже зависимости как бы. Врачи говорят нет. Нет. Ты же ходил же, да, туда к врачам? Да, ходил. И что они тебе сказали? Да ничего. И он, давай мы тебя положим на эту самую ГТР. Корчагина. На Корчагина, да. Ох, понял. Ну, и сейчас и триган не нужен. Церковь как-то заменила все. Да. Ну, и отлично. Саша, еще хотел у тебя спросить. Многих, конечно, вот интересует такая тема, как у людей вот это все происходит. Вот у тебя была первая любовь? Да. Ты помнишь, хорошо? Я помню, да. Это было в юношестве или? Ну, лет 13. В лет 13, да. Это было где? В Пятигорске? Ну, да, я что-то помню-то рассказывал. Да, да, да. И что это? Как это происходило? Кто это была девушка? Ей было 25 лет. 25 лет, а тебе 13. И жила она в горном ауле. Ну, да. И ты как альпинист к ней забирался на эту Эверест. Я ездила в гости. А какая там самый высокий пик там? Да, я думаю, помню. Ну, помнишь уже. Ты же с какими-то альпинистами там в горах ходил? Нет, это другая тема. А, другая тема. Ну, и что там ездил ты там к этой девушке? Ну, жил, две недели жил в горном ауле. На арбе туда приезжал ты? Нет. Нет. На автобусе. На автобусе? Арбата. Ну, арбата была тоже, да. Мы за травой ездили. За травой? Косили, да. Косили траву. Ну, не планс. Он за травой на арбе. Эх, мы с Пакоса. Черт, у нас несут колеса. Ну, и что там хорошего в этом ауле? Девушка там. Как звали-то хоть, помнишь? Слушай, а я и забыл. Эх ты. А, Галя. Галя? А. Сама была не русская, а звали Галя, да? Да. Работала на кондитерской фабрике. Ну, а ты как это, как жених, ей нравился. Да. Да. А ее не смущало, что такой молодой? Я вот дурак. Сожалею, что упустил момент, когда мы спали в одной. В одном. Ну, времянка типа. Да, да, да. Блин. Надо было в нее залезть. Так тебе потом ее там братья бы как наскочили бы. Да ну, нет. Нет? Не было братьев. Да тебя же заставили бы жениться сразу бы. Ну, и шла, я бы там остался с удовольствием. А, то есть. Там классно. Такой вариант. Там горы, речка горная. Старики такие лет по 120, знаешь, ходят. Сейчас бы ты тоже, да? Сейчас бы, прикинь, Саш, в шапке в такой-то, с клюкой бы там. Борода бы у тебя там по пояс было. Вину, я помню, она с вами туда попала. Приехали в активе. Не то, что вот это вот. Все. Вину, офигеть, вообще. Короче, тебе как бы для счастья много-то и не надо. Да, конечно. Но человеку вообще для счастья. Много не надо. Не надо. А так, да. Ну, денег. Барашки там у них, воздух чистый. Воздух вообще. Жена хорошая, Галя. Да. Детишки. Кондитерская фабрика. Да. Арба. Арба, да, трава. Там, если что, там на праздники в Пятигорск с гор спустился. Да. В нарды с аксакалами погонял. Туда-сюда, там, детям в сладкую вату купил. Чего там еще? Жить, то есть, можно там. Да, конечно. Ну, и, короче, что за... Как закончилась твоя первая любовь? Да как, домой, в школу надо было возвращаться. Делал каникулах, я все каникулы там. Ну, а ты ж потом еще приезжал. Чего уже... Приезжала уже потом, уже не то. Уже не то пальто, да. Уже там у ней свои женихи, там, усатые. На конях горцуют. Пиковые. Пиковые. У тебя же был в школе выпускной, Саша? Да. Там же, как бы, это самый выпускной бал, там, телки там наряжаются. Да, нет, я пришел, посидел чуть-чуть. И все. И пошел домой. Я не пил, потому что мне нельзя было. Потому что я после дурки был. Я колеса не принимал. А, понял. А на колеса бухать. Хотя я потом и на колеса бухал. Ну, вот, а в дурки были какие-нибудь запоминающиеся личности такие, которые вот на всю жизнь запомнились у тебя? Да, у меня панк там один, мы его помним, 88-й год. Он такой, кожаные штаны у него, косая кожаная. Кеды такие, эти, корейские, по-моему, в моде тогда были они. В бандане, и тут вот такая Алиса, такая, наверное, на веревочке. Крашеный был, такой, волосный был. Сразу он тебя удивил. Да, я поразился. Там я такой захожу, нифига себе, у нас в Орле такого не было. Смотрю, на территорию больницы зашли. Такой панк с вот таким ракезом. Здесь все выбрято. Думаю, нифига себе, вот это я попал. А ты типа как лошок Орловский. Да, да, да. Приехал подлечиться. Потом смотрю, толпа идет, какие-то волосатые. Я думал, убийцы, наверное, какие-нибудь. А, это хиппи были. Потом подружился с ними. Они тебе правильной музыке научили. Да, кстати. Ну, нормально. Хоть что-то оттуда зацепил. Нет, там неплохо, кстати, было, на самом деле. Там было подростковое отделение. Там, мы, нас выпускали из этого, из корпуса. Мы в пекаре играли, там, на территории больницы, там. Ну, вот. На всякие экскурсии нас водили. Ну, прикольно, Леон, экскурсии еще в двух. Да, да.